Всем привет! Вы на канале Алко Парфюмер и сегодня будет топ 10 хересных монстров. Ну что, поехали! Ну что же, давайте начинать. И сегодня будет топ виски, которые выдерживались в бочках из-под хереса. Причем вторая пятерка это будут виски, которые до удерживались в бочках из-под хереса, либо это была комбинация бочек. А первая пятерка это будут виски, которые выдерживались только в бочках из-под хереса, либо это была минимальная комбинация, то есть с небольшим дополнением бочек из-под риохи, например, либо из нового дуба. Ну и давайте приступать. И на 10 месте у нас виски Далмар 12 лет. Достаточно противоречивая позиция. Как по мне, не стоит своих денег, недостаточно интересная, но при этом достаточно сильная влияние хересных бочек. И если бы он стоил подешевле, то это был бы достойный виски, поскольку он достаточно приятный и питкий. На 9 месте виски Гленгоин 12 лет. Тоже достаточно противоречивая позиция. Многие считают, что этот виски недостаточно интересный. Многие считают, что виски Гленгоин начинается от 15 лет. Но при этом в 12-летнем виски тоже достаточно ощутимое влияние хереса. Присутствуют все присущие ноты для хересной выдержки. Минимальное, по крайней мере, их количество. И я считаю, что позиция достойна 9 места. На 8 месте, конечно же, Гленморанже 12 лет. Лос-Анто, которая финишировалась в бочках с-под хереса. Но при этом ощущение такое, что виски проходил достаточно большую выдержку в бочках с-под хереса, чем заявлено по факту. Очень интересное и очень сильное хересное влияние. На 7 месте виски Бенриех 12 лет. Виски с очень сильным хересным влиянием. Но при этом это все-таки комбинация бочек. Но достаточно интересное и виски достаточно неплохой. Заслуживает внимания, заслуживает достаточно высокий балл. И я рекомендую, если вдруг увидите, то приобретите его. На 6 месте ирландец Бушмиллс 10 лет. Бушмиллс 10 лет мне совсем не понравился. Но это релиз для магазинов беспошлиной торговли. Бушмиллс 10 лет Шерри Каск Финиш. В такой оранжевой тубе, с оранжевой этикеткой бутылка. Он достаточно интересный. Намного интереснее, чем базовая десятка. Хоть и в базовой десятке присутствовали хересные бочки. Но они там практически неощутимы. Практически нету никакого влияния. А вот в этом же релизе влияние очень сильное и очень ощутимое. И в принципе сам релиз достаточно интересный, который я вам рекомендую приобрести. Итак, мы переходим к пятерке лидеров. И на 5 месте виски, с которым многие не согласятся. Многие считают его достаточно плохим. Но я с этим не согласен. Это достаточно интересный виски, с которым можно поиграть водой. Много чего интересного в нем найти. И в нем безумно сильное влияние хересных бочек. Это Гленфарклос 105 с крепостью 60%. На 4 месте виски, который напротив. Многим люк, многим нравится. Это Глендронах 12 лет. Это хересный монстр, как его называют. Хересная бомба. И это правда так, потому что влияние хереса там достаточно сильное. Интересные виски. У меня на обзоре был виски, на котором еще написано, что он не проходил холодную фильтрацию. И это было, конечно, безумно вкусно. Приятно, питко и интересно. Итак, мы подошли к тройке лидеров. И на третьем месте Аарон Шерри Каск бочковой крепости. Потрясающий виски, с которым много времени можно просидеть. Много часов, я бы даже сказал. С которым можно поиграть водой. Много интересного в нем найти. Ковыряться до бесконечности. Потрясающий, еще раз повторюсь, виски. На третьем месте. На втором месте, конечно же, Гленалки 10 лет. Тоже бочковая крепость. Тут у нас не только выдержка в хересных бочках. Тут комбинация. Есть еще выдержка в бочках из падриохи и из нового дуба. Но она минимальная. Тут в основном чувствуется именно хересное влияние. И оно безумно сильное. Все самые приятные, интересные ноты, которые дает хересная бочка, они в нем присутствуют. Очень хороший виски. Отличный виски, в котором много можно найти. Много можно с ним просидеть часов. Можно поиграть с ним водой. Я обычно этим не занимаюсь. Но с ним это не возбраняется. Достаточно интересный и вкусный виски. Ну и на первом месте, конечно же, как вы успели догадаться, то, что стоит у меня на столе. Это Глендронах Парламент 21 год. Это самый настоящий монстр хересный. Самая настоящая бомба хересная. Виски, с которым можно просидеть вообще сутки. Он постоянно будет меняться, открываться, играть новыми гранями. Безумно интересные и потрясающие виски. И, конечно же, я налью себе сейчас небольшой драм, чтобы побаловать себя и насладиться им. Как вы успеете сейчас заметить, бутылочка достаточно у меня поубавилась. Хотя я достаточно редко его наливаю. Но угощал своих хороших друзей им еще. Не проходил холодную фильтрацию. Не был подкрашен. То есть, это натуральный цвет. Аромат Просто потрясающий. Безумие какое-то. Вкус это просто взрыв рецепторов. Обволакивает весь рот, язык, небо. И дает просто безумное наслаждение. Огромные палитры нот вкуса. Всем рекомендую. Обязательно приобретите. Не пожалейте денег. Попробуйте его. Ну а на этом мы будем заканчивать этот топ. Не забудьте подписаться, если вы только впервые зашли на этот канал. Так как вас много всего интересного ждет впереди. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Не забудьте пройти в описании к этому ролику. Там ссылка на мой дзен канал. Где помимо этих видео еще мои письменные заметки. Ссылка на телеграм канал. В котором вся актуальная информация. Также ссылка на донаты. Номер карты. Если вдруг захотите помочь развитию канала. А также не забудьте нажать лайк этому видео. Чтобы накормить алгоритмы ютуба. Чтобы помочь продвижению этому ролику. Продвижению канала. А также написать какой-нибудь комментарий. Как вы отнеслись к этому топу. Нравится ли он вам. Что вы хотели бы увидеть в новых роликах. Ну а на этом все. Всем пока. И до новых встреч.